Добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале томаты больше чем любовь Светлана Чернова. Живую я в Чувашии на Средней Волге. Поговорим о биколорах и триколорах. Тут моих семян, которых может быть с другими томатами я рассказывала о них, не взяла. Взяла только то, что не показывала, не рассказывала. И то, что у меня росло. И дальше то, что у меня не росло. Королевская красота. Очень мне этот томат понравился. Сладкий, ранней спелостью, вкусом. В общем понравился всем. Написано, что нужно выращивать в один ствол. Я выращивала его два ствола. Производитель тут говорит, что 250 граммов томаты. Но они и крупнее были. Наверное, даже близко к 400 граммам. Не любит он единственное загущенности посадки. Биколоры и триколоры. И вот цветные томаты, они все любят солнце. Не любят затенения. Не любят густоты в посадке. Созревает через 100-105 дней. Ну, естественно, ранний спелый. Так. Высота куста 160-170 сантиметров. Для защищенного грунта нашей полосе. Ну, на юге, естественно, в открытом грунте написано. Хорош. В этом году я его запланировала. Королевская красота. Преем семена. Профессиональный отбор семян. Преем селекшн написано. Ну, вот такие пакеты, конечно, вот мязиные вот такие томаты. То есть пакетики. Дальше. То, что я выращивала от фирмы Поиск. Искры пламени. Вытянутые вот такие перцевидные томаты. Тоже самые высокоростные. Требует формирования. Естественно, требует формирования. Я его высаживала каждый год. По вкусу он всем членам семьи очень понравился. Вкусный. Так вот. Ну, длиной 13-15 сантиметров. Ну, и помельче есть. Вот от погодных условий действительно зависит. Где-то вот первые стебель были помельче. То, что томаты чем выше, тем крупнее. В один год наоборот было. Первые кисти крупные, дальше мелкие. Ну, вот кто-то говорил, что неустойчивость сорта. Ну, судить мне тяжело. Неустойчивость сорта один год так покажет по погоде. То есть не все томаты пригодны для выращивания в любой климатической зоне. Хотя есть и обратное рассуждение. Красный томат с желтыми штрихами. Мясистая, сочная мякоть. Оригинальный цвет и насыщенный вкус. Больше этого я ничего не могу о нем сказать. Хороший томат. Искры пламени. Томат пирожар птицы. В обзорах видела его. Но, к сожалению, он у меня в рассаде пропал. Один лоток у меня пропал. Я несколько раз уже говорила. Невероятно красивая окраска. Прекрасно для салатов и консервирования. Но это уж коктейльные, наверное, не крупные, не очень крупные. Но 100-130 для такого вида томатов уже неплохие, скажем. Неплохой вес. Семена симбиоз. По-моему, мне кто-то из подписчиков прислал. Если поточнее посмотрю, поищу. Пирожар птицы. Хочется вырастить. Селекция Сибири. Толстый боцман. Семенал Тая. Оригинальная окраска плодов. Великолепные вкусовые качества. Я его только в открытом грунте выращивала. Томаты до 200 граммов. Хотя тут пишется до 250 граммов. Возможно, детерминатные. С оригинальной окраской плода. Соломено-золотистые на ярко-красном фоне полосы. В марте семена высевать. В теплице я его больше не посажу. Как в открытом грунте рост, скорее всего, тоже и в открытом грунте будет. Толстый боцман. И вот биколоры и триколоры от Раисы из Санкт-Петербурга. То, что она вот мне говорила, что очень хорошие, вкусные, сладкие томаты. Не только то, что говорила. Она мне уж тут все описала. Ра, я тебе... Еще раз я спасибо говорю. Зато не только... Мне облегчило все. Конкретно о томате все-все написано. То есть мне и искать не надо было. Естественно, я их собираюсь посадить. Не только эти. Пока выбрала только биколоры. Там еще действительно много. Но она мне прислала тут 120 сортов. Там то, что мне изучить. Там сколько надо. А сколько человек выращивал, делал семена. Это уже очень большая работа. А еще раз спасибо. Начну с семенов. Яркий самоцвет. Биколор. 5+. 5+. Уже обо всем говорит, что очень он вкусный, сладкий, вкусный томат. Яркий самоцвет. Дальше. Гарвард Сквер. От фирмы Наш Сад. 3 калораж. В открытом грунте у нее рост. 150-250 граммов для грунта. Это уже достойные томаты. Сладкие. Очень урожайные. Теплица будет крупнее. Я не посажу его в грунт. Посажу в теплицу. У меня специальная теплица 3х8 для новинок. Естественно, я его посажу в теплицу. Гарвард Сквер. Дива Дивная. От Аэлиты. В открытом грунте 130-300 граммов. Опять-таки, очень достойный томат. Биколор. Вкусные. Сладкие. Вкус фруктовый. Это все мне вот Рая написала. Все оттуда. То, что она вырастила, все мне рассказала. Дива Дивная. Этих сортов у меня нет. Поэтому я уже и показываю. Бог даст, лето будет хорошее. Будем показывать уже в обзорах эти томаты. Синий том. Биколор. Сантоцианом. Сладкий вкусный томат. Синий том. Сюда положу. Ну вот она очень-очень хвалила. Я его действительно сразу же и записала. От фирмы Цветущий сад Москвы. Супер попугай. Я еще все не зайду, не посмотрю. Вот хочется его красоту посмотреть. Крупные плоды. Биколор. Фруктовый вкус. Супер попугай. Вот эти Биколор. Естественно, у меня и Биколор, и Триколор. И не только эти будут. Я вот небольшой такой обзорчик сделала. То, что у меня будет. То, что новинки. И то, что было когда-то, возможно. Вот насчет королевской красоты точно будет. А искры пламени пока в списках есть. Будет, не будет, не знаю. Пока-пока.